Да, по поводу вопроса про, что делать, если будет слишком много команд на один трек. Очевидно, что это не выгодно, потому что приз один. Если будет пустой трек, то кто-то должен туда перейти, потому что это выгодно. Но все треки более-менее интересные, я думаю. Да, так, давайте начнем. Да, давайте обратно. Я в компании Waze отвечаю за разработку непосредственно блокчейн-ноды и некоторые другие аспекты. Поэтому меня тоже можно спрашивать о всяких таких штуках, и я буду помогать. Так, и наш третий трек – это вход-детектор. Смотрите, у нас есть публичный блокчейн Waze. И публичный блокчейн, у него есть много всяких разных функций, но в частности можно рассматривать его как такую своеобразную финансовую систему. Там есть некоторые участники, у которых есть какие-то средства на счетах, они друг с другом обмениваются, делают платежи и так далее. Конечно, это не обычная финансовая система, то есть там есть некоторые особенности, например, некие элементы анонимности. То есть иногда какие-то участники неизвестны, или даже большинство участников неизвестны, и участвуют в принципе кто угодно. Вторая особенность этой финансовой системы – такая прозрачность. То есть мы видим все аккаунты, все транзакции, мы можем собрать какую-то статистику, получить базу данных, какие-то алгоритмы прогнать о них. И, как и в любой финансовой системе, там могут быть некие темные делишки, некие преступления, какие-то деньги могут быть украдены и так далее. Вот. И проблема, которую мы формулируем, здесь такая. Допустим, у меня есть интернет-магазин, и если я продаю что-то своим покупателям, то я хочу в некоторых случаях убедиться, что эти деньги не грязные, то есть что они не фигурируют в каких-то черных списках и так далее. Вот. И такие системы, которые позволяют это сделать, уже есть для разных блокчейнов. Они все используют разные технологии, и мы хотим поэкспериментировать, что будет, если мы тут здесь сами попробуем сделать что-нибудь подобное. Вот. Тут написано, что нужно использовать машин-лёрнинг и искусственный интеллект, а также что-то ещё. Но вы можете как бы немножко пофантазировать, обобщить задачу, обобщить технологии и предложить что-нибудь действительно интересное. Вот. Есть вопросы по этому? Да? Да, смотрите. У нас есть блокчейн, есть блокчейн-ноды, можно использовать mainnet, можно тестнед использовать. А у ноды есть API довольно простой, который позволяет получить транзакции в виде JSON. И у нас также есть дейта-сервис, это такой продукт, который собирает транзакции в SQL-базу данных, и она тоже есть. То есть, если вы подойдёте к иналу, он вам покажет, как туда зайти, а есть с mainnet, и можно там хорошо экспериментировать. Транзакшн-база с дейта-сервисом, то есть 200 гигабайт данных, выкачано там транзакции, блоки и так далее, мы вам даём прямо SQL-интерфейс, read-only, то есть вы можете подключиться и делать. Предлагаешь делать фронтные транзакции? Да-да, чтобы их анализировать. Чем будем торговать? Ну, так тестовые. Котиками оружием. Смотрите, здесь ещё... Ну, я вообще предлагаю вам не запариваться на какой-то узкой задаче, подумать шире. То есть, у нас на самом деле есть много потенциальных проблем. Например, у нас можно опускать токены на блокчейне, и вы можете выбросить токены и посылать его другим людям. И частенько эти токены, они как бы либо пытаются подружать другим монетам, чтобы выдать себя за них, и их, допустим, купили, да, вместо настоящих. А либо там ещё какой-нибудь спам, там, скам, ссылка на фишинговые сайты и так далее. Можно с такой проблемой бороться. То есть, надо как бы пофантазировать. Я ещё дополню, на самом деле на GitHub тоже, если интересный этот трек, скинем все данные. На GitHub есть список скам токенов, которые выпущены на Waves, на блокчейне Waves, поэтому можно взять вот эти данные и анализировать их тоже. То есть, если вот такое направление интересное. Да, это тоже интересно. Да. То есть, мы все эти доступы предоставим, если вы выберете этот трек. Всё, вопросов больше нет по этому треку. Да, идём дальше.